Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я Некрасов Данил, учащийся восьмого класса. Сегодня покажу вам, как мы будем затачивать зубила. Я имею большой опыт в этом деле. Я затачивал рубанки, стамески. Владимир Руфанович научил меня это делать и научил хорошо. То есть я имею опыт в этом деле. Вот, мы будем затачивать вот эту вот стамеску в две, сначала в две большие фаски, потом в две микрофаски под 70 градусов углом, под 75 градусов. Вот, и будем мы затачивать на специальном станке. Он безопасен, удобен. Вот, для начала нам надо было, как бы, поместить наше зубило в специальное приспособление, так скажем. Вот, оно, его, как бы, изобрел Владимир Руфанович. И, как бы, это все время помогает, ну, как бы, упрощает процесс заточки. Ну, на этом, наверное, и все. Сейчас мы перейдем к заточке. Для начала работ нам нужно смазать поверхность специальной смесью, для того, чтобы, как бы, наше приспособление хорошо по нему скользило. Вот такими вот поступательными движениями. Стараемся размазать равномерно. Перед началом работ мы смазали направляющую солидолом для лучшего скольжения. Вот, сейчас мы будем начинать. Нужно соблюдать всю технику безопасности. Мы надеваем очки. Вот, тут также стоит ведро с водой, чтобы охлаждать зубило по мере нагретости, потому что может получиться брак. Вот, сейчас, в общем, плавными поступательными движениями я буду сытачивать нашу субило. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас формируются две большие фаски. После того, как я их закончу, мы начнем формировать две микрофаски под углом 75 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем видео о заточке поломанного зубила. Я уже сформировала две большие фаски. И сегодня мы будем устанавливать угол 75 градусов. Для этого мы опытным путем вычислили, что лезвие должно выступать на расстоянии 55 миллиметров. И сейчас я буду устанавливать его с помощью угольника под прямым углом. Смеряем 55 миллиметров. Вот сейчас как раз такая длина. Сейчас фиксируем болты. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. вот сейчас мы установили зубило и будем начинать затачивать теперь непосредственно приступим к заточки а сейчас посмотрим что у нас получилось в результате трехдневной работы на электроточили вот такое вот у нас лезвие сравните с тем что было первоначально какое оно было поломано и сейчас мы его вот так вот затащили ну что а теперь пойдем попробуем испытаем да как она рубит все достаточно здравствуйте уважаемые подписчики с вами я не кразов а а а а